Михаил Николаевич, блиц у нас не получается, тем не менее, продолжим. Михаил, у нас в Украине закрываются угольные шахты, а мы тем временем покупаем электроэнергию в России. Разве это нормально? Я вам скажу, в чем суть в этом. Для меня это очень важный вопрос. Почему? Потому что в свое время в Грузии, то у меня, значит, у Грузии не было электричества. Чтобы вы понимали, в Украине тоже были верные отключения при позднем кучме, но ничего подобного, как в Грузии, не происходило. В Грузии 70-80% зимой не было электричества для людей. Это целое поколение выросло при каких-то там керосинках и так далее, там генераторах. У меня дома такой генератор стоял, который там отец моей жены голландец подарил, там 500 долларов у стола, целое состояние. И мы были круче соседей, потому что они на каких-то батареях были. Почему это произошло? Потому что абсолютно безмозглые руководители Грузии начала 90-х сказали, что за электричество можете не платить, ребята. Без проблем. И полностью подсадили Грузию на импорт из России. В результате упала собираемость на 15%. Электричество ушло. Из России оно заходило. Знаете, как заходило? Хитрая комбинация была. Проходило через Грузию, регистрировалось, а потом на черный рынок шла Турцию, где она была намного дороже. То есть Чубайс и наши местные коррупционеры, а их была плеяда, просто моря собственных граждан, просто налево торговали Турцию. Потом, кстати, министр энергетики взяли одно место, посадили. Приехал Чубайс меня упрашивать, типа, выпустите. Я говорю, пожалуйста, выпустим 50 миллионов долларов. А он говорит, а 25 миллионов не могут спасти грузинскую демократию, как в ЗССР? Нет, 50 и меньше. И они, одна часть энергонаших функционеров заплатила, а вот это самое главное, не заплатил. Так и сидел долго. Но почему я говорю, что вот такая ситуация. Я, чтобы сейчас все поняли, вы просили же 50 миллионов себе взятку для того, чтобы освободить министра. Мы хотели 50 миллионов бюджет, и как-то бы добавило, с тем полтора миллиарда, которые мы взяли из бюджета, взяли из них из кармана, взяли бюджет страны. И на эти деньги мы построили дороги и так далее. Но я хочу вам сказать, что такое с угольным шахтом, что сейчас происходит? Чтобы понять, вот Павлоград, уголь. Это флагман угольной промышленности Украины. Сейчас мы сказали, что вот мы из России заводим, запустим за три копейки энергию. А по правилам рынка, как это происходит? Потому что я в Грузии, поскольку я в Грузии, при мне в Грузии вернулось электричество. Я человек, который освободил Грузию от зависимости от России полностью. Мы стали экспортировать энергию в Россию, вместо того, чтобы в большом количестве ее оттуда импортировать. И мы при этом ощутили всю страну, и вообще никаких проблем не было до тех пор. Даже эта система работает. Когда Россия к тебе заходит и говорит, мы тебе продадим энергию за три копейки. Тогда ты должен по правилам рынка тоже продавать свою энергию за три копейки. Но и у России эта энергия не стоит три копейки. Просто России стоит чуть-чуть тебе подбросить это, потому что она самому населению дороже продает. Они это подбрасывают тебе, чтобы ты тоже продал за три копейки. В результате у тебя нет денег на своих шахтах. А эта система, она неэффективная. Но она есть. Потому что я говорю, что мы потеряли 30 лет. Если вовремя перестроили эту систему, если избавили от олигархической зависимости, если избавили от каких-то элементов старого-старой системы и так далее. Но она есть. И есть эти люди, которые работают. В результате мы получаем. Вот у нас есть Павлоград уголь. Я хочу просто на примерах, вот эту фигуру я привез. Вот я хочу просто показать. Потому что я хотел по другим предприятиям показать. Но раз мы про уголь заговорим, давайте про уголь. Я скажу, вот есть, например, допустим, сейчас я... Так, это шахматные фигуры. Да, ну шахматные фигуры. Могли быть любые фигуры. Вот. Есть у нас шахтеры, правильно? Так. Давайте скажем, или это шахтеры, это могут быть... Это могут быть... Это может быть пятый километр в Одессе. Чтобы идти из угольной... Это градообразующее предприятие. Вот в Одессе есть пятый километр, седьмой километр. Где работает 50 тысяч людей. 50 тысяч одесситов в миллионном городе кормятся оттуда. Вот это эти 50 тысяч одесситов. Вот эти двое. Вот из них эти пары на старом языке, которые у них в плавку. Я давно не слышал от вас это слово. Но в хорошем смысле. Или шахтер. Вот это два шахтера павлоградских. Или там 30 тысяч павлоградских шахтеров. Вот это два человека. Вот они есть. У них есть члены семьи. Вот эти члены семьи. Вот вокруг, правильно? Вот эти еще. У них есть вокруг еще люди, которые... То есть они приносят зарплату этим членам семьи. Они кормят их. Они детей обувают, чтобы они шли в школу, покупают на учебник и так далее. Потом они ходят в магазины. Они ходят в парикмахерские. Они ходят на маникюр, педикюр, волосы. И они тратят еще деньги, которые получают из шахты вот здесь. И в результате мы получаем 30 тысяч шахтеров плюс где-то около 150 тысяч человек вокруг них, которые получают деньги через то, что они ходят там копейку в обжору, силпо, АТБ, покупают там продукты. АТБ покупают продукты. Пожалуйста, меньше рекламы. В общем, у фермеров и так далее, и так далее. У Васи, Пети, там Сереги. И в результате так работает экономика. Это касается шахты, касается, допустим, седьмого километра. В результате, когда ты этих людей убираешь отсюда, они уже не работают. Сейчас им еще хорошо, что им платят по закону еще 2-3 месяца зарплаты. Скоро у них вообще ничего не будет вообще. Они убираются. Как только они убираются, убираются эти, потому что они тоже голодные. И у них нет денег платить им. Убирается этот, и у нас падает целый город. У нас падает целая миллиарда, вот эта огромная. И это касается Павлограда и вокруг 150 тысяч человек. Это касается Одессы, где упадет седьмой километр из-за дебильной налоговой системы. И это касается... И у нас погибают целые города. И более того, сейчас эти люди бы сбежали еще Польшу. Но... 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 Сейчас и Польша проблема. В результате у нас вот это лежат целые города и лежит страна. Вот это то, что происходит сейчас с экономикой. Поэтому в ручном режиме надо их спасать. Не надо сейчас ни время глупых и вредных каких-то решений, экспериментов. Потому что все это чревато. Их надо поднимать опять на ноги. Скажите, менять те решения, которые привели к тому, чтобы падать. Менять их, поднимать их, поднимать. Ручную поднимать, помогать, чтобы они выжили в это сложное время. Потому что упадут эти фигуры и падает государство. Вот в чем вопрос. Поэтому мне кажется, что это элементарно. Что сейчас просто надо иметь очень проактивную политику. Практически в ручном режиме управлять. Вот очень просто. Сейчас ЕСВЭ освободили. Я разговаривал с моими знакомыми, владельцами отеля. Вчера в Черкассах. Или позавчера это было. Они говорят, что ЕСВЭ спустые стоят. Они не знают, что будет. У них работает 100 человек, которые остались без работы. Правильно? Не 100, извините. У них работает... Да. У них 100 номеров и работает где-то около 80 человек. Значит, все, которые... Они все сейчас без работы. Это люди, которым некуда деться. И в результате они говорят, что ЕСВЭ освободили на февраль, но на март уже не освободили. А еще штрафы накапливаются. Пеня накапливается. Когда еще карантин, через 3-5 недель снимется. Это катастрофа. А летом кто будет приезжать в отель? Люди боялись. Люди все свои деньги, чтобы на отдых, который у них были отложены, они уже потратили. Конечно. Не вот в этом вынужденном карантине. И в результате это огромное количество банкротств. Не дай бог упадут 2-3 больших предприятия. Это тот же самый эффект, что и Лехман, когда упал в Америке, и вся американская экономия пошла. Но помимо этого падают малые и средние предприятия. И каждый из них лечет за собой другие фигуры. И в результате огромная волна. Я смотрю, мы ЦУМИ. Последний день ЦУМа, когда я с моей мамой были, они пришли, пришли, она что-то за все покупала, но я видел грустные глаза этих продавщиц. Я не знаю, до платных не писала жарплаты. Скорее всего, нет. Это огромное количество очень приятных молодых людей, которые здесь работают, думают, что центры, столицы в этом таком протрясающем. Оказалось, что полная неизвестность. Я так, мне было их жалко. Так я, вот, моей маме размер не подошел. Так я хотел, чтобы она что-то купила. Потом я что-то взял и купил. Но они просто... Я не знаю, на что их обрекают. Вернется ли этот магазин и другие торговые центры обратно? Это же не только они. Тут же огромное количество торговых центров. Там за аренду платят, друзья. Срочно надо отменять аренду плату. Потому что они все будут сейчас падать. Знаете, сейчас моя... Тоже мой знакомый в Одессе. Значит, им нечем платить зарплату. Они заходят в торговый центр. Они говорят, мы вас не пустим. Они говорят, мы продукты хотим забрать со своего ресторана, чтобы продуктами платить своим сотрудникам, потому что у нас денег нет. И пока они прогнили это мясо, это самое, рыба, сыр, масло, мы хотим просто раздать своим сотрудникам, чтобы они дома что-то кушали. Таких, когда они выходили, проверяли, чтобы там не было гречки, риса, что не портится. То есть, ну ладно, чтобы лучше не портилось, лучше отдать сотрудникам. Так это же и какая разница? Это же их ресторан. Они не дают. Невероятно. Потому что они не могут платить за аренду плату. И тут государство должно вмешиваться и говорить, что мы освобождаем от аренды. Раз. И второе, вот конкретно, вот конкретным этим людям. И вот эти все местные власти, хоть на что-то, если они способны еще, вот эти областные администрации, которых надо, конечно, отменять. Эти все местные бандиты смели, хотя бы вот этим людям сейчас чуть-чуть помогли. Хотя бы, доброе слово, хотят прийти к этому охраннику и сказать, дай им их продукты. Что вы на них сидите? Нет у них защиты ни от кого. Вы знаете, что это такое? Спасибо.